Глава 9. Высшие космические законы мироустройства или правила икры мироздания. Многие сегодня задаются вопросом, как повысить вибрации и обрести сознание пятого измерения. Выполняя данные правила, вы автоматически повышаете вибрации. Ниже описанные законы мироздания тесно переплетены друг с другом. Когда вы будете читать их повторно, вы проследите, как один закон плавно перетекает в другой и наоборот. Закон развития. Развитие – важнейший эволюционный закон, который призван к постоянному эволюционному росту во всех сферах жизни. Душа приходит на Землю за двумя вещами. Первое. Самосовершенствование себя и мира через свою специализацию. Второе. Расширять через себя Вселенные. Развитие человека проходит по следующим направлениям. Первое. Улучшение качеств характера личности данного воплощения. Осваивание новых ресурсных привычек. Новых адекватных реакций на ситуацию. Особенно воспитание позитивных чувств, эмоций. Второе. Профессиональная деятельность. Развитие высокой экспертности в разных направлениях. Умение продвигать и продавать свой продукт. Третье. Творчество. Любой вид. Наиважнейший пункт. Четвертое. Улучшение и поддержание своего физического тела. Аватара. Пятое. Улучшение пространства Земли. Свой дом, окружающее пространство вокруг дома, рабочее место, общественные места. Напомню, что окружающая настоящая реальность ни на миг не останавливается во своем спонтанном развитии и без устали стремится к все более полному воплощению принципов любви и гармонии во Вселенной. В отличие от человека, воплощенного на Земле, реальность никогда не прекращает развиваться. И в несоответствии нас самих с окружающей действительностью и заключается источник большинства жизненных проблем и страданий человека. Психика человека и его тело постоянно стремятся к стабильности, своего рода закрепить достигнутые пожинать плоды. Душа, в отличие от тела, постоянно хочет расти. Настоящая реальность постоянно идет вперед. Особенно в наше время все процессы ускорились в разы. Естественно, душа, заточенная в человеческое тело, не поспевает за развитием реальности. Задача космического разума Творца – заставить человека в плотном мире развиваться в унисон эволюции. Это как минимум. Когда развитие человека, общества, семьи приходит в противоречие с развитием эволюции, космос жестко заставляет менять ленивую пассивную жизненную позицию. И когда у человека в жизни происходят катастрофы, несчастья в разных сферах, то это уже не намек на то, что пора развиваться. Это вселенное дело, это жесткий формат. То есть направляет в нужное русло через жизненные негативные события. Метафорично можно сказать, это 127-е китайское предупреждение. Все это заставляет человека задуматься и действовать по-другому. Как правило, человек, не зная высших законов, начинает обижаться. Естественно, не на себя, а на то, что жизнь убежала от него, и он остался на развалинах. Обижается на людей, с кем связан кризис, на судьбу, даже на самого Творца. Помним, в психологии это называется проекцией. Человек, не желающий признавать свою неправоту, то есть духовно-эволюционную незрелость, переносит объекты неприятия самого себя вовне, практически на все, что удостаивается его внимания. То есть он сваливает свою вину на окружение. Все неправы, все лживы, все агрессивны, никто не любит, везде обманы, предательства. И человек не понимает, что именно он своими мыслями, намерениями, неразвитием притянул эти ситуации. Именно он через свои страхи видит реальность мир в рождевном. Высший закон развития относится ко всем группам социума. Как только государство, общество, семья останавливается на достигнутом и пожинает лавры, тут же происходит застой и кризис. Пример. Если фирма не осваивает новой технологии и подхода к своему продукту и сбыту, то тут же ее обходят конкуренты, и это может привести к банкротству. Сейчас очень много разрушается бизнесов именно из-за того, что люди не знают правилы кроме раздания. Люди занимаются добычей денег, вместо того, чтобы жить в соответствии с истинными желаниями души, творить через свое любимое дело на пользу общества. Если, например, человек не развивается в коммуникации, то остается в одиночестве. Если не учится новым профессиям, предлагает свою неактуальную. Он не востребован в обществе, не может устроиться на работу. Значит, его материальный достаток низок. Если каждый день члены семьи не работают над отношениями, а используют свою половинку для обслуживания своих желаний и представлений, партнер убегает. А желания у партнеров биологически разные, и их нужно учитывать. А не обижаться на то, что мужчина хочет секса, а женщина денег. Им обоим это поведение диктуют древние инстинкты. Мужчине природой заложено распространять свой ген через сексуальное желание, а женщине выращивать потомство. А для этого нужна материальная база. Думаете, просто так в итоге такая поговорка? Мужикам нужен только секс, а женщинам деньги. Если женщина отказывает своему мужчине в этом, он ищет ей замену на стороне. Если мужчина не может обеспечить семью, то женщина эмоционально запирит. Зная законы мироздания, как мы устроены, уходят претензии и конфликты полов. Наука этология, наука об инстинктах. Земля нам в помощь. Закон развития – пункт осознанность. Этот подпункт в данном законе – наиважнейшая часть. Когда человек осознанно подходит к любому делу, этот механизм запускает процесс просветления. Осознанность – это уровень развития личности. На втором и третьем уровне человек живет неосознанно, шарахаясь от каждого урока жизни, как от проказы. Ставя защиту от несчастья и порч, сглазов и так далее. На четвертом уровне человек понимает, что все, что с ним происходит, заслужено, но принять это еще не в силах. Он еще имеет обиду, претензии, осуждает своих обидчиков и окружение, возмущается. Но ловит себя на этих пагубных привычках, стараясь справиться со своими реакциями и чувствами. Человек на пятом уровне измерения сознания любую ситуацию в жизни принимает с благодарностью и спокойствием в душе и даже с живым увлечением. Интересно, а как у меня получится с этим справиться, ища в событии новые возможности? Осознанно налаживаем связь и взаимодействуем со своими личными духовными помощниками. С самого рождения к вам приставлены личные духовные ангелы-хранители. Кураторы, наставники, помощники. Найдите свое подходящее название. Автор их называет духовными наставниками. Именно личные, я подчеркиваю это. Они постоянно ищут с вами связи и ведут вас по жизни 24 часа в сутки. Нужно научиться их слышать, видеть, ощущать и вести с ними диалог. Ваши личные духовные наставники постоянно разговаривают с вами через внутренний голос, мысли, подсказки от людей, мудрые фразы, которые вам попадаются на просторах интернета, СМИ, ТВ, кино, песни, книги. Они частенько составляют для нас сны, чтобы мы поняли, какое принять решение в сложных условиях жизни, для того, чтобы предупредить и остановить нас, а бывает и поддержать в сложной жизненной ситуации. Ваши духовные наставники, ангелы, используют любые каналы, чтобы достучаться до вас и послать как помощь в виде подсказки, так и конкретные способы решения встающих задач. Их титаническая работа, достучаться до нас, людей, заслуживает большого уважения. Автор знает это из личного опыта. Диалог с духовными наставниками Перед человеком стоит следующая задача. Нужно научиться задавать своим духовным наставникам правильный вопрос и понимать полученный от них ответ. Ответы приходят по нескольким каналам восприятия. Первое. Состояние транса. Мы как минимум два раза в сутки испытываем глубокое состояние транса, засыпая и просыпаясь. В любой медитации или перед сном вы задаете вопрос и слушаете свой внутренний голос. Рассматривайте образы, возникающие во внутреннем видении. И позже разгадывайте их смысл. Может прийти просто мысль, как ответы резнания, что там есть кто-то или что-то, или вам что-то говорят. Ответы будут приходить в зависимости от того, насколько развиты ваши каналы восприятия тонкого плана, проще говоря, шестое чувство и интуиция. Практически у большинства людей эти каналы хорошо работают. Просто мало кто в этом признается друг другу. А этим нужно пользоваться и развивать эти способности. Тем более, что в эпоху Водолея интуитивное мышление будет главным инструментом для получения информации для каждого человека. Внутренний голос или диалог с кем-то. Причем, как правило, есть светлый оппонент, вроде мудреца, и есть тот, кто постоянно ноет и внушает пессимизм. Выше уже говорилось, что наши мысли не наши. Нам постоянно их внушают грегоры разного уровня мыслей. У каждого из них свои цели и намерения. Высшие грегоры света и личные духовные наставники постоянно внедряют нужные и полезные установки, поддерживающие мысли и энергии любви и радости, чтобы мы пребывали на высоких позитивных вибрациях. Но им тяжело нам содействовать, если мы постоянно в негативе или депрессии. Ваша задача – сотрудничать с ними и даже помогать. Ваша помощь им – осознанно работать с негативными мыслями, переводить их в позитивные, то есть управлять своим мыслительным процессом. Им тоже очень даже тяжело бывает от нашей тупости, непонимания знаков и их подсказок и упрямства. И они постоянно об этом говорят в сеансах своим подопечным. Помогите им своим внутренним настроем на позитив. Это очень просто сделать. А то мы вечно, как по прошайке у Творца. «Дай да дай» звучит в молитвах. А что взамен? Будьте в радости и позитиве 24 часа в сутки. Это будет лучшая награда для них. Так как вы облегчите им жизнь и взаимодействие с вами. Ниже в законе «Свобода» я подробно опишу, как правильно просить помощи у своих духовных наставников. Второе – обучение языку Вселенной. Надо научиться разгадывать знаки из реальности, коими заваливают каждого их духовные наставники-ангелы, чтобы достучаться до человека и помочь ему наилучшим образом справиться с проблемой и перевести ее в задачу. свыше нам дают уроки жизни, но в придачу всегда все инструменты для прохождения этого урока. Вам не дадут больше, чем вы можете выдержать. Эту аксиому знают все. Просто надо научиться замечать знаки. Закон развития пункта осознанно работаем со знаками от Вселенной. Случайность – это необходимая закономерность. Ни одно событие в нашей жизни не происходит случайно. Все закономерно и обусловлено. Но люди часто слишком заняты, чтобы заметить это, или просто находятся на другой волне. А тем временем сам Творец буквально жаждет общения с нами. По правде, он ближе, чем некоторые могут себе это представить. Творец в каждом живом существе, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни, в каждом проявлении доброты и участия, и даже в ситуациях, когда нам приходится делать нелегкий выбор или страдать. Просто мы, люди, в спешке не замечаем его среди толпы, ловко лавируя между людьми на оживленной улице или получая сдачу в магазине или с нетерпением ожидая трамвая. А между тем, если мы будем внимательнее, то обязательно ощутим его присутствие в прикосновении рук мамы, забота его укрывающей нас теплым одеялом, в безмятежности спящего ребенка, в доброй улыбке незнакомца. И все, что происходит вокруг, есть проявление высшей воли. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Наша душа – тонкий инструмент, который требует ювелирной настройки. Она общается с нами на языке чувств, и очень важно наладить с ней контакт, чтобы проникать в суть вещи и явлений. И тогда мы с легкостью сможем фильтровать любую информацию, определять ее истинность, ее правильность лично для нас. Поняв язык своей души, мы поймем язык Вселенной. Обучение языку Вселенной или как работать со знаками По моему опыту, знаков всем людям дают много и постоянно, в виде совпадений, случайностей, неординарных ситуаций, даже трагических, и, конечно, в виде болезней. Люди просто не считают их посланиями от своих наставников. А именно наставники, ангелы-хранители, денно и ночно, кольпят над составлением сложных схем этих программ посланий через сложные ситуации, сны, разговоры с людьми, неожиданные встречи, книги, надписи на баннерах, предметы, озарение средь белой дня и так далее. Критерий знака «Все, что выбивается из ряда привычных ситуаций, вполне может быть знаком». Есть знаки большие, есть маленькие, а есть уже 125-е китайское предупреждение, что туда идти не нужно. Выбор за вами прислушиваться к этим посланиям или биться головой в бетонную стену, когда рядом есть две. Как изучить язык Вселенной? Как работать со знаками? Как их видеть и слышать? Если коротко рассказать, то процедура очень проста. Вы задаете предельно простой недвусмысленный вопрос своим наставникам. Например, «Хочу узнать причину моей болезни». Наставники, дайте мне ответ в виде знаков, образов, озарений, снов, разговоров с людьми и текстов на этот вопрос в течение трех дней. И вы не поверите, с какой интенсивностью вам будут посылаться эти ответы. Каждый ответ нужно фиксировать в дневнике мудреца. Заведите его прямо сейчас, а потом читайте книгу дальше. А один знак выводка к Вселенной – это еще не совсем полный ответ на ваш вопрос, а всего лишь небольшой фрагмент пазла. В конце третьего дня можно будет подвести итоги. Получили полный ответ, задавайтесь новым вопросом. Сразу много вопросов и разной направленности задавать нежелательно, так как сами не сможете рассортировать, к какому вопросу относятся ответы. Вот так интересно человек, находясь в плотном мире, разговаривает и общается со своими наставниками и тонким миром. По сути, вы обучаетесь языку Вселенной, которая разговаривает на языке образов и знаков. Для чего она выбрала такой вид общения? Подумайте сами, прямо сейчас. А ниже в книге вы найдете ответ от наставников и сверите его со своим предположением. Как идти навстречу своим духовным наставникам? Некоторые люди используют для общения с духовными наставниками специальные карты, мудрые книги или другие информационные носители. Ангелам таким образом легче выходить с вами на связь. В этом случае им приходится меньше затрачивать своих сил и энергии. И за это они будут вам очень благодарны. А то пока не сформировать знак, отошлют вам и неизвестно поймете вы его или нет, сколько времени уйдет на это. А если вы сами первыми идете им навстречу, ими это приветствуется. Только нужно понять, что работа, например, с картами ангелов или Таро не является гаданием. Это общение и обмен информацией с высшими духовными кураторами. Вы задаете им вопрос, они дают вам ответ. Человеческий мозг постоянно генерирует и излучает около 25 ватт энергии, которая взаимодействует с миром. По подобию своих собственных вибраций, мы притягиваем к себе схожую информацию нужного порядка из пространства. И в момент взаимодействия с информацией к нам притягивается именно та, которая соответствует нашему запросу. Духовные кураторы помогают этому максимально осуществиться. Знаки через книги Данную книгу можно и нужно использовать как книгу перемен. Задал вопрос, раскрыл любую страницу, ткнул пальцем в абзац или заказал себе по счету строку сверху или снизу, прочитал слух, выписал смысл прочитанного. А может всего одно слово или фраза на душу рекла. Тогда ее и взяли. Таким образом вы всегда будете получать знаки от Вселенной через прямой канал. Вопросы формируйте максимально простые. Например, на что мне обратить внимание? Что мне мешает выйти из тупика? Что поможет решить данную задачу? Знаки через сны как разгадать? Высшие духовные наставники часто используют этот канал для донесения до нас важной информации. разгадать сон очень просто. Начните его кому-то подробно рассказывать вслух и не прописывать. Очень важно не просто самому себе, а чужому человеку. Ведь когда вы начнете описывать детали, о которых не знает человек, вы их максимально вспомните, и главное, до вас будет доходить смысл увиденного. Нам всегда дают такие сны, которые мы можем разгадать. Все ключи находятся у человека. Духовные кураторы знают все ваши мысли, нюансы, и, исходя из этого, выстраивают сон. Они над этими посланиями трудятся очень многое с выдумкой. Создать сон, внедрить его в ваше подсознание в нужный момент – это искусство, которым владеют не все духовные кураторы. Поэтому, увидев сон, проснувшись, поблагодарите их за шедевр, и попросите их помочь разгадать его через послание вам знаков реальности. И начните с повествования сна кому-то. Потом можно зайти в соник в интернете и посмотреть общее значение ключевых моментов сна. Записывайте все нюансы, чтобы в конце дня собрать единую картину послания слыша. Мягкие и жесткие знаки Вселенной Вселенная говорит с нами на одном из доступных языков. Сначала знаки, потом воздействие через жизненные ситуации. Есть четкая пропорция. Чем ниже уровень осознанности, тем знаки грубее. Чем выше уровень сознания человека, тем мягче эти предупреждения. Иногда человеку достаточно увидеть сон, и он все понял и принял сигнал для изменения решения. До каждого человека по-разному доходит посыл Вселенной. Но она начинает всегда мягко предупреждать. Можно этот процесс разговора Вселенной сравнить с аналогией шептания совести внутреннего голоса на ухо. Она говорит, что не стоит этого делать. Если человек не внемлет, то высшие силы начинают подавать более явные сигналы через сны слова других людей, это прямые знаки. Далее все более ужесточая диалог. Если человек и далее идет напролом, то Вселенная переходит к грубым воздействиям, вплоть до материальных потерь, несчастья и болезней. Мужчина попадает в автомобильную аварию четыре раза, но без физических увечий. Пятый раз произошла авария, но в ней он уже ломает ногу. Вышел из больницы, и на голову ему падает кирпич, он умер. Это не анекдот, это реальный случай жизни. Зачем так смеется Вселенная? Она ждала от него осознания. После предупреждения она ждет, что человек поймет и закрепит, что жить по-старому ему чревато и надо менять себя. Ловушки жизни от кого? В народе бытует миф. Все хорошее от творца и ангелов, а плохое от нечисти. На самом деле все гораздо сложнее. Есть воздействие деструктивных сил, но большую часть событий создают духовные кураторы ангелы. Вот небольшая притча для понимания. Разговор двух ангелов, один из них стажер, о своей подопечной женщине, бегущей на работу по крутой лестнице. Толкай ее, говорю. Лестница крутая, насмерть разобьется. Подстрахую, только ногу сломает. Кошмар, ей же на работу опаздывает. Да, теперь еще и на больничном три недели просидит, а потом уволят. Так нельзя, что она будет делать без работы. Толкай, говорю, потом объясню. Те же ангелы работают на другой ситуации. Женатый мужчина на корпоративной вечеринке. Шепни на ухо, пусть еще выпьет. Хватит, он уже пьяный, вон как он на коллегу смотрит, сейчас изменят. Да, хорошо. Уходит, просто ужас. Жена ведь узнает, разведутся. Да, узнает, так надо. Закат. Те же ангелы сидят после трудового дня. Ну и работка, ужас сплошной. Ты первый день на этом уровне. На нем обучаем стрессом. Вы там на своем первом уровне книжками да фильмами учите. А здесь это не помогает. Приходится из заезженной колеи жестко убивать, чтобы задумались, как живут, зачем живут, что в себе исправить. Женщина пока будет на больничном, опять шить начнет. А когда ее уволят, уже пять заказов будет, даже обрадуется. Уже десять лет откладывает свое увлечение. Все считает, что надо работать на дядю, чтобы выжить. Типа это важнее душевной гармонии и радости от любимого дела. Я к предназначению ее тащу. А измену мужчины? Семья же развалится. Семьи там нет давно. Женщина стала пилой, муж пьет, ругаются, ненавидят. Это долгий процесс больной, но каждый из них задумается, книжки начнут ваши читать, начнут меняться в лучшую сторону. А семью получится сохранить? Шанс всегда есть. Ну и работка. Привыкнешь, зато результативно. Они сразу шевелиться начинают. А если это не помогает? Есть третий уровень, там потери мяучат. Но это совсем другая история. Крайние воздействия вселенной на человека. Она завершает жизненный путь человека в физической форме, для того, чтобы он не насобирал больше кармических долгов, чем сможет в будущих жизнях отработать. Чем больше человек деградирует на земле, тем больше идет воздействие на душу человека. Она разжижается, тускнеет, теряет плотность, от этого ей сложнее будет воплощаться в будущих жизнях и справляться с поставленными задачами души. Для некоторых деградирующих или упрямых людей смерть это оберег для души. Четыре уровня разговора с нами Вселенной. Шепот Внутренний голос, совесть, интуиция, шестое чувство. Прямые знаки Разговор с людьми Надписи послания Сны Предупреждение Неприятная жизненная ситуация Чуть-чуть не попал в аварию, чуть-чуть не поймали за обман, чуть не вырезала правду, приводящая к серьезным последствиям. Потери Попал в аварию с материальными или физическими последствиями. Загорел дом, посадили в тюрьму, кинули на большие деньги, ограбили, ушел близкий человек. Осознанно доверяем Вселенной Осознание того, что человек является со-творцом и развивает Вселенную вместе с ним. Все, что с вами происходит, во всем есть глубинный замысел Творца. Научитесь разгадывать замысел, обретете на Земле тотальное спокойствие и принятие всего, что с вами происходит. Каждый человек и живое существо является частицей Творца. Вселенная на втором, третьем и четвертом уровне измерения сознания воспитывает человека двумя способами – кнут и пряник. Кнутом через жестких учителей и жизненные обстоятельства, несчастные случаи и прочие. Часть людей на Земле является теми частицами Творца, которые имеют специализацию катализатора или провокатора, то есть подталкивают человека снизу к совершенствованию. Они являются для нас как кнопка, на которой неудобно и больно сидеть. Тем самым человек начинает ворочаться, задумываться о том, что нужно что-то менять в своей жизни. Вселенная таким образом через деструктивные силы подталкивает человека к выполнению закона развития подводит к изменениям и росту. Другая сторона медали. Есть на Земле люди-мотиваторы, которые являются поддержкой и образцом безусловной любви для общества. Они показывают, к чему нужно стремиться. Исходя из этой аксиомы, человеку проще довериться Вселенной и принимать с благодарностью все, что с ним происходит, разгадывая глубинный замысел. Осознанно и постоянно развиваемся, совершенствуем свои черты характера. Человеку на Земле важно работать над собой, как птичка калибри машет крылышками, каждую минуту. Особенно важно начинать работать со своим головным мозгом и физическим телом. Когда человек осознанно управляет своими реакциями, эмоциями и чувствами, то его невозможно зацепить низшему астралу. Следовательно, нельзя скачать с него потенциал, энергию и силы. Наиважнейшая цель души на Земле – произвести качественную интеграцию с умом тела. От качества работы этого тандема будет зависеть выполнение контракта души. Важно хотя бы к концу жизни, чтобы в этом союзе главенствовала душа, качественно управляя реакциями физического тела. В дисгармоничном тандеме каждая часть пугается реакцией второй половинки, тем самым перекрывая друг другу кислород, то есть возможности. Физическое тело разумно и с помощью мускульного теста через него можно разговаривать не только с душой, но и со Вселенной. Учитесь слушать свое тело, понимать чего оно хочет. Учитесь успокаивать его, выключать инстинкты, а следовательно гормоны стресса. Именно через этот тандем душа растет и изменяется. Когда человек находится в стопроцентном союзе ума, души и тела, а значит в любви к себе, то взаимодействие с другим человеком он воспринимает в том же союзе. В сознании нет разделения между собой и другими клеточками космоса людьми. Все едино. Практика трансляции человеку союза души и тела. Высшие духовные кураторы в одном из походов на их совет показали следующую практику. Вы смотрите на человека, у которого пока нет этого союза души и тела. Но вы представляете в вашем воображении, как это может быть. Далее через свои глаза вы транслируете в его глаза эту эталонную картинку, в которой он гармонизированный. Образ человека в союзе души и тела. Эта картинка обязательно запечатлится у человека в подсознании. Постепенно оно начнет становиться для его подсознания майком эталоном, куда стремиться. Когда человек начнет осознанно жить, то тот образ, стопроцентный союз души и тела, становится катализатором для него. Данную практику можно выполнять после согласования с кураторами человека, по отношению к которому вы хотите применить практику. Получите от них согласие. Войдите в медитативное состояние, задайте мысли на вопрос, полезно ли делать практику для вас обоих. Дождитесь ответа. Он может прийти в виде мысли да или нет. Если ответа нет, берете ответственность на себя. для меня.